Ритуал Звездного Рубина Ритуал Звездного Рубина ...вactions, ощущаем Истинную волю в себе То есть происходит соединение в нашей Внутренней Божественной искре И Божественности Которая существует Вне нас Ритуал Звездного Рубина Это немножко другой ритуал Он не подразумевает Обращение к стихиям Он Не подразумевает Какого-то уравновешивания очищение, да, совершенно верно, но он подразумевает трансформацию, он подразумевает трансформацию, так как мы там обращаемся к сефире Хокма, а сефира Хокма, как вы можете уже представить, на древе жизни, это вторая сефира, и она находится над бездной, то есть это сефира, что не можно сказать, что это мужская сефира, это великий отец, это как бы некий такой божественный фалос, вот, и что еще очень важно, вот, что еще очень важно, что не сохранялось, это сефира первая, отошедшая от божественного единства, да, то есть если кетер, как бы изначальная божественная точка, откуда все произошло, это некая такая статичность, это еще не проросшее семя, это нирвана, это абсолютный божественный покой, то Хокма это уже жизненность, это уже начало движения. Можно я здесь добавлю, просто вот эти слова, жизненность и начало движения очень важны для понимания данного ритуала, потому что это его цель и его смысл, нам всем нужна жизненность, жизненная сила, то что называется, жизненная энергия, и это тот ритуал, который будет вам ее давать, то есть это импульс, вот этот момент просто очень важно зафиксировать в самом начале. Вот, и, как правильно сказала сестра Айси, этот ритуал еще связан с некоторой трансформацией, кто же здесь у нас трансформируется. Дело в том, как мы рассказываем вам на курсе Кабао, наша как бы самость, да, наша животная дыша, наша, если можно так сказать, основа нашей личности, она, согласно каббалистическому учению, имеет как раз духовный корень в хокме, вот, то есть именно оттуда идут вот все эти наши энергии, сексуальные энергии, разумеется, в первую очередь, ну, сексуальные энергии, как бы в таком максимально, ну, таком обобщенном, широком смысле. А, жизненная. Да, жизненная, витальная энергия, которая как бы все оживляет, все приводит в движение. И здесь еще надо понимать, опять же, что хокма, она стоит напротив Кетер, да, и вот у них, как бы, вот такие важные отношения друг с другом, да. Ну, говорить, что хокма, конечно, противник Кетер, это неправильно, но, тем не менее, вполне можно сказать, что, как бы, хокма здесь выполняет такую функцию, ну, как бы, сатана, да, сатаны, то есть именно она, вот, Кроули говорил, да, что сатана, там, это жизненность, это, конечно, как-то звучит совершенно непонятно, без объяснений, но это жизненность в том смысле, что первая божественная эманация, отпавшая от божественного единства, как бы, великий божественный отец, Петрограмматон, потому что божественное имя хокма, это именно Йодхевавхен, вот, она, как бы, и, с одной стороны, она, видите, да, уже нарушила божественное единство, можно сказать, что она отпала от него, там, да, как там пал ты, там, сын Зари Люцифер, но, с другой стороны, естественно, это часть божественных энергий, но энергий не статичных, а энергий, пришедших в движение, да, то есть это вот как раз тот самый, помимо всего прочего, это еще тот самый пятый магический принцип, пятая магическая добродетель, идти, поэтому для нас так важна работа с хокмой, поэтому для нас так важен этот ритуал, потому что он, как бы, дает нам силу идти, дает нам силу перейти через бездну и дает нам силу трансформировать вот эту вот нашу животную душу, вот все эти плотские желания, которые, в сущности, привязывают нас к материальному сотворенному миру, дает нам возможность трансформировать как раз то, что поднимет нас к миру духовному. Это, конечно, такой достаточно сложный процесс, и он не ограничивается одним ритуалом, но, как бы, смысл магической работа состоит именно в этом, то есть познакомиться с нашими вот этими животными силами и превратить... Жизненными силами, да, да, каббалистические термины, и превратить их как раз вот в то самое ездовое животное, которое нас и перенесет через бездну и соединит с божественным источником. Здесь я просто еще скажу вот совсем конкретно, для чего делается этот ритуал, что важно понимать, для чего он вообще нужен. В первую очередь, действительно увеличение своей жизненной витальной силы. Знаете, особенно зимой это актуально, в короткие, скажем так, в наши краткие дни, краткие дневные часы, да, вот, это настроить себя на, так сказать, взаимодействие с социумом, кстати, тоже. Вот, то есть такое взаимодействие, я бы сказала, когда вы находитесь в позиции силы, а не в позиции слабости, это настроить себя на работу, на духовную работу, точно так же, между прочим, то есть это тоже работающая штука, но он вместе, здесь он больше вместе с звездным сапфером, которым будем дальше обсуждать, ну, в следующий раз. вот, вообще, в принципе, создать некий, условно говоря, представить себе некий таран, да, когда особенно нужно что-то где-то победить, вот, 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 победу, да, вообще жизненную силу, волю, энергию, это вот все про этот ритуал. Я вам покажу, я думаю, вы это, надеюсь, почувствуете, вот, как он работает. Вот, ну, и еще раз надо пояснить, что он сам по себе, вот, камень звездный рубин, да, который дал название этому ритуалу, он соотносится с, согласно каваллистическим соответствиям, именно с сифирой хопной, да, это сифира стихии огня, вот, и поэтому, как бы, такой красный камень, светящийся рубин, здесь, я бы сказал, подходит, подходит как нельзя лучше, потом мы будем говорить, не на этом занятии, конечно, а на следующем, о другом ритуале звездного сапфира, который, как вы, наверное, уже можете догадаться, будет соотноситься с Виной, с Великой Матерью. Вот, ну, вот, сразу, чтобы вы все-таки понимали, чувствовали хорошо вот эти вот отличия между ритуалом пентаграммы и ритуалом звездного рубина, так, коротко расскажем о каких-то, как бы... Ну, в принципе, она... Да, разница этих двух ритуалов, да, ну, во-первых, да, ну, жест экзорцизма, да, то есть, как бы, некое такое очищение пространства. Далее, обратите внимание, что... Апопантас Кокодайм у нас, да, звучит? Да, что маг, как бы, символически, он находится не на пересечении пути Самых и П, да, помните, там мы как раз вот находились вот здесь, да, вот в этом... Между Хоттен и Сах и Тифарет и Ису. Вместе, да, да, как раз вот в этом кресте, вот. А там мы находимся уже непосредственно в Тифарет. То есть, в общем-то, как бы, чисто теоретически предполагается, что мы уже немало-немного постигли свою истинную волю, и теперь у нас уже более такая, ну, высшая задача, как бы символически, ну, или самим пересечь бездну, либо, по крайней мере, получить из бездны, через бездну вот эту вот энергию, и сразу хочу обратить внимание, вот смотрите, в звездном рубине движение совершается против часовой стрелки, тогда как в малом ритуале пентаграмма оно почасовое, то есть здесь мы как бы энергию, ну, там, не сводим, да, то есть получаем ее в себя. Вот, дальше пентаграммы, да, вот, они здесь будут не чертиться, а визуализироваться. И предполагается, что человек, который делает этот ритуал, уже знаком с основной визуализацией, астральной работы, работой с третьим глазом, Муаджина-Чиакра. Да, и божественные имена, которые здесь будут использоваться в звездном рубине, они уже принадлежат не каббалистической, а орфической, греческой мистериальной традиции, телемитской традиции. И, соответственно, еще они соотносятся с таким замечательным, я бы сказала, произведением, текстом, визионерским текстом эллинистического периода, как оракулы, да, то есть... Ну, козлицкий оракул. Да, да, да. Да, вообще вот интересно, мне всегда было любопытно, почему именно в этом ритуале пентаграмма не чертится, а визуализируется. Это же не просто так, должно быть некое логическое этому объяснение. Ну, вполне возможно, что это как бы связано, ну, вот как бы с функцией глаза, взгляда, да, я вам уже говорил вот о такой общности фаллоса и глаза, и то, и то как бы не то, из чего как бы что-то выходит, да, как бы символ некого божественного орудия, которым можно что-то творить, да, то есть на Ближнем Востоке в некоторых традициях именно как бы взгляд Бога или там слеза Бога, которая выходит из глаза, является вот этим вот орудием творения. вот, дальше надо понимать, что хокма, да, пожалуйста, рубин, да, дальше надо понимать, что хокма – это, ну, такая зачинающая сила, это активная, это творческая сила, по сути, любое ваше магическое действие, оно сопряжено с хокмой. Ну, понятно, это божественная энергия, когда доходит до нашего уровня, может как-то изменяться, там, преломляться, но каждое магическое действие, по сути, мы здесь пытаемся сопоставить, отождествить себя с творцом Демиургом. Вот, и, наконец, существует еще очень тесная связь между человеческой душой, Маукут, да, это вот низшая сефира, в самом низу, и хокмой, да, потому что как раз Маукут, Маукут и является вот этой вот животной душой, а хокма является как бы ее, ну, корнем, откуда она вышла, там, выпала, пала и так далее, и так далее. Вот, то есть здесь происходит, ну, я бы сказал, вот возвращение на свое место, да, то есть вот эта вот энергия хокмы, она обходит в нашу человеческую душу, нашу земную душу, Маукут, и как раз здесь происходит вот эта вот трансформация, которая, говоря символическим языком, является собой такую ирогамию, да, то есть союз уже не сына, но союз отца с дочерью, да, вот, ну, это как бы уже такая более, более высокая ступень.